Всем привет! Сегодня в видео универсальный заточной станок для дисковых, ленточных и цепных пил, сверел, фрез, ножей, рубанка и стамесок. В первой части видео будет изготовление основной базы станка и приспособление для заточки пильных дисков и сверел. Приспособление для заточки фрез, цепных и ленточных пил, ножей, рубанка будут показаны во второй части. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собрал горизонтальную каретку для регулировки заточного камня относительно центральной оси. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 иначе при сборке возникнут проблемы. Винты М8, 85 и 100 миллиметров длиной. Буду собирать каретку на 16 подшипниках. Расстояние между трубками буду регулировать путем подбора количества и толщины шайб. Продолжение следует... Продолжение следует... Каретка жестко сидит на трубе, меж тем достаточно легко перемещается. Продолжение следует... Продолжение следует... Клею основание для стойки, на которой закреплю профильную трубу с кареткой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 На эту каретку впоследствии будут устанавливаться приспособления для заточки пильных дисков, сверел, фрес и ножей рубанка. Поэтому сразу установил в платформу 6 резных гаек. Все эти фанерные шайбы остались от предыдущих проектов и заказов. Диаметр шайбы 100 мм, толщина 25 мм. Диаметр шайбы 100 мм. Диаметр прутка 20 мм. Нарезал резьбу М8. Диаметр шайбы 100 мм. Диаметр шайбы 100 мм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Упор сделал из винта M3 Он толстоват и не подходит для заточки многозубовых дисков Переделаю позже на 2 мм Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самый тупой диск, что я смог найти, это старый диск от торцовочной пилы Несколько зубов у диска сломаны Заводской угол заточки нарушен заточки диска, что называется, на коленке Зато его не жалко, чтобы испытать станок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не все зубья заточились как надо, по-хорошему надо еще снимать Насчет работы станка Каретка двигается легко, люфтов нет, вибраций на станке нет, работает тихо и мягко Правда, после заточки трех дисков нагрелся двигатель Диски затачивал от 160 до 350 мм в диаметре Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас буду делать приспособление для заточки сверел Субтитры сделал DimaTorzok Эта с виду простая деталь должна быть сделана абсолютно симметричной, с идеальными прямыми углами Если этого не сделать, то заточить обе грани сверла симметрично уже не получится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Из того же букового бруска с угловым пазом сделал некий карман для первой детали Это блок, в который вставляется кассета со сверлом Он наклоняется по вертикали, в результате чего можно установить необходимый угол заточки Каретка перемещается по горизонтали вокруг заточного камня, с помощью чего устанавливается второй параметр угла заточки Спасибо, что досмотрели до конца Если вам понравилось видео, можете подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Напоминаю, что приспособления для заточки фрез, цепных и ленточных пил, ножей рубанка будут показаны в второй части Всем пока!